И всем привет! С вами Краврома. И сегодня я вам покажу самых популярных ютуберов по стендов 2 и их первые видео. Ютуберы такие как Тиктак, Веля, Кента ПК и Абовин. Сегодня мы посмотрим с чего они начинали и чего они сейчас достигли. А перед просмотром данного видеоролика я надеюсь, что уже поставил лайк. Давай лайк заранее поставь, если что, потом уберёшь. А потом, если ещё и понравится, то ты оформишь подписочку и поставишь колокольчик. Ну что, мы начинаем? Поехали! А начнём мы с Абовина. На его канале почти 2 миллиона подписчиков и 319 видео. А также чуть больше 240 миллионов просмотров на всём его ютуб канале. Первое его видео было по Кейс Гоу 4 года назад. Оно набрало порядка 177 тысяч лайков. А, кстати, здорово. Забыл сказать результаты конкурса в описании. Не забудь поставить ролик лайк, если понравится. И продолжаем. Убей вон, лаучки. Я отомщу. Я отомщу. Я же говорю, отомщу. Это коч. Тайм, это коч. Опа-на. А следом идёт ваш любимый грибоед, то есть Тик-Так, которого вы смотрите из-за привлекающих картинок на его роликах и на его стримах. Таким образом он привлекает к себе, кстати, внимание. Кстати, о красивых картинках, которые привлекают наше внимание. Я думаю, что ты нажал на моё видео, потому что тебе понравилась превьюшка. Потому что ты по превьюшке понял, что будет в этом видеоролике. Если ты хочешь такую же классную себе превьюшку, либо оформление для своего ютуба, в ВК, любого другого проекта, то обращайся в данную ВК-группу по графическому дизайну. У него низкие цены, ты можешь ознакомиться с ними лично. И с примерами также лично. Всё ждёт тебя в описании. Заказывай и пиши ему ВК-группу. Всё. А мы продолжаем смотреть первые видео популярных ютуберов. А первое видео у Тик-Така вышло целых 7 лет назад и набрало 436 тысяч просмотров. Зомби-выживание. И возможно, этих два секретных места вам спасут жизнь от зомби. Ну что ж, поехали. Ну что ж, вот и первое место. Сейчас я вам покажу секретик, а точнее, как запрыгнуть вот в этот потайной ход. Вы, конечно же, его не видите, потому что он секретный. Но на самом-то деле здесь дырочка в горе. Ну что ж, начнём. Залазим на саму гору. Становимся на вторую платформу, а точнее сюда. Становимся поближе к краю. И прыгаем вниз, зажимая кнопку назад. Вот так вот. Оп. И мы в этой платформе. Точнее, в этом секретном месте. Вот мы выпрыгиваем и видим, что ничего не заметно. Точнее, вы там находитесь, и вас не видно, и вы спрятаны от зомби надёжно. Если, конечно, зомби не знают про это место, либо вас не увидят. А следом у нас идёт громко орущий Кент-ППК на его канале. Миллион шестьсот почти подписчиков и полторы тысячи видео. Давай, брат, шерез 900, шерез 900, сливай! Давай, 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 брат, сливай, сливай! А первое видео было на симуляторе, которое вышло 7 лет назад и набрало почти 80 тысяч просмотров. Только рыбалку. Кстати, в будущем я тоже сниму обзор на симулятор рыбалки. Ну, пока что не об этом. Ещё один мы будем охотиться. Изначально нам даётся такой вот внедорожник, на котором мы должны найти нашу жертву, и потом выйти с него и пристрелить её. Я думаю, что это всё будет очень просто, но сейчас мы посмотрим, как это всё будет на деле. Ой, я, кстати, проехал одного, кажется, уже зайца. А ну-ка, немного разворачиваемся назад и едем в обратном направлении. Ну, типа такого. О, вообще отлично, почти подрулили. А, кстати, тут управление кселерометром, я-то думаю, что так неудобно управлять. Ну, теперь-то всё понятно. Тык, по пути мы врезаемся в пару деревьев. Ну, как бы, ничего страшного в этом нет, потому что наша машина неубиваемая. Ну, разработчики этого не предвидели, что я так буду делать. Вот. Вот, сейчас я посылу... О, вижу, вижу, вижу! А-а-а-а-а, ну что за перезарядка? Стреляй наугад! Фак. А ещё так хорошо начиналось, я прям в упор подошёл к нашему красавцу. Да хоро в деревья врезаться, идиот! А перед тем, как мы продолжим, я хочу вам кое-что сказать. Видео, которое у вас вылезло в правом верхнем углу, это первая часть. Я думаю, что есть люди, которые за вас это смотрели. Я хочу вам сказать большое спасибо, потому что только из-за того, что на том видео набралось хороший актив, много лайков, много комментариев, это вот всё красивое дело у вас набралось, выходит, это вторая часть по ютуберам, по стендоффу. Давайте наберём под этой частью тоже много лайков, много комментариев, хороший актив, в общем, чтобы было много просмотров. Репостите друзьям, и выйдет третья часть, где мы разберём не только стендофф, но и, возможно, других ютуберов, которые того же тематики Димы Масленького, либо Влада А4, посмотрим, первые видосики их. Ну, либо же также по стендоффу, там ещё и всякие у нас мафиозники, правильно, да, как бы вот это вот всё дело мы рассмотрим. Ну что, продолжаем. Велизь на сегодняшний день самый популярный ютубер по стендоффу 2, на его канале почти 5 миллионов подписчиков и почти тысяча видео. Первое видео Вели также было не по стендоффу, оно набрало 70 тысяч просмотров, и 5 лет назад оно вышло. Нужно сначала придумать самого героя, его внешность, его характер и историю. Потом рисуются начальные концепты, далее они утверждаются, и потом идёт кропотливый этап моделирования и ведения персонажа в игру. Я хочу рассказать о начальных этапах разработки внешности персонажа, ведь конечный этап далеко не всегда совпадает с начальным. Итак, начнём. Бастион. Изначально художники хотели показать, что когда-то на Бастионе ввели гнёзда птицы. Поэтому на оригинальном концепт-арте на плечах героя были следы птичьего помёта. От этой идеи отказались, вместо неё Бастиону придумали друга Ганимеда. Для справки, это та птичка, которая всегда сопровождает Бастиона. Фара. За время разработки образ героини менялся несколько раз, прежде чем был выбран итоговый вариант. При работе над персонажем художники вдохновляли серии Гандам. В конечном итоге образ Фары мог быть не таким, а допустим таким. Среди ранних концептов были также драконообразный парень в Скайфай-доспехах, Человек-ястреб, робот в стиле 80-х и Головорез из Старкрафт 2. Крысавчик. Изначально его адская шина должна была быть управляемой ракетой, которую герой носил на плече. Крысавчик мог управлять этой ракетой с помощью своего взрывателя. Турбос... Так, ну а теперь заходи в комментарии и пиши своё мнение. Как тебе вообще видос понравился или нет? И пиши обязательно, каких ютуберов ты хочешь увидеть следующих. Можно по стендоффу, можно не по стендоффу, как хочешь. Пиши, обязательно посмотрим, обязательно сделаю. Да, и не забывай ставить лайки. Также, ребят, кому интересно, в моём Телеграм-канале разыгрывается 100 голды. Кто хочет принять участие, welcome to my Телеграм. Короче, мой Телеграм-канал вас ждёт в описании. Всё, ребят, не забывайте также заказывать оформление у моего друга. Всё, ребят, в описании. Ну что, по старинке, мне удачи. Вам пока. Хотите продолжения? Ставьте лайки.